Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире тема дня, мы работаем в прямом эфире, нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы, сегодня для вас в студии работает Ирина Чекунова, а теперь представляю моих собеседниц. Итак, Наталья Петровна Маркова, начальник отдела по вопросам гражданства, управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области, полковник полиции. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. И Марина Владимировна Градова, заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области, полковник полиции. Марина Владимировна, добрый день. Добрый день. В 2022 году, в том году, в котором мы сейчас живем, вступил в силу ряд законов в области миграционной политики. Один из этих законов – обязательная дактилоскопия. В том числе поговорим сегодня на эту тему, кому эту процедуру проходить обязательно, кто от нее по закону может быть освобожден, как быть с гражданами Донецкой и Луганской народной республик, которые пребывают в наш регион, какой статус у этих людей, какие еще законы необходимо знать каждому иностранцу, который пребывает на территорию Российской Федерации, в том числе в Тверской регион. В сущности, об этом будем говорить сегодня. Напоминаю, что телефон прямого эфира – 3190. Звоните. Давайте начнем с небольших цифр статистики. Сколько иностранцев на сегодняшний день проживает в Тверском регионе и сколько из них, вновь прибывших, скажем так, которые, наверное, приехали в Тверской регион в этом году? Ну, если начать с 2020 года, когда у нас был введен режим повышенной готовности, конечно, мы все заметили, наверное, ощутили, что приток иностранных граждан на территорию Российской Федерации, ну и в данном случае в Тверской регион, он значительно уменьшился. То есть те противоэпидиологические мероприятия, которые проводились в целом по стране и в том числе на территории нашего региона, закрытие границ, невозможностью иметь транспортное сообщение, то есть граждане не имели такой возможности въехать на территорию Российской Федерации. Марина Владимировна, я вас перебью. Вот эта повышенная готовность и то, о чем вы говорите, это связано было с пандемией. То есть это пандемия, у которой были свои ограничения. Конечно. И, конечно, количество граждан, которые у нас здесь осталось, находились на территории региона, и те указы президента, которые позволили нам принимать временные меры по урегулированию их правового положения, ну, как бы создали вот эти режим благоприятствования для того, чтобы эти люди беспрепятственно здесь находились, не нарушали наше законодательство, мы им продлевали правовой статус, правовые режимы, и они у нас продолжают находиться на территории региона, потому что режим ограничения еще на сегодняшний день, то есть нет такого акта правительства, который бы снял вот эти ограничения на транспортное сообщение. А то есть мы еще продолжаем в чем-то жить в этом режиме ограничения? Конечно. В рамках указа президента 364-го мы продолжаем еще, как бы, пребывать, и наши, как бы, соотечественники, иностранные граждане, они тоже на них распространяются эти условия нахождения на территории Российской Федерации. Ну, между тем, конечно, постепенно вносится изменение в распоряжение правительства, вносится перечень государств, которыми у нас возобновляется авиасообщение. И, конечно, граждане этих государств на территорию Российской Федерации прибывают. И если мы говорим о количестве граждан, которые у нас сейчас одномоментно находятся, это порядка более 20,5 тысяч, вот если в сравнении с 2021 годом, это было на сегодняшний день, да, это более 13,5 тысяч, ну, чуть более. Ну, в 2020 году это было порядка 17 тысяч. То есть вот такой разброс по числовому пребыванию, он, конечно, присутствует. Мы, конечно, видим, что на сегодняшний день это количество значительно больше, чем в 2021 году. Но в целом мы говорим, что люди к нам приезжают, иностранные граждане к нам приезжают. Вот, начиная с начала года к нам въехало порядка 6 тысяч иностранных граждан, впервые, будем так говорить. Вот, большей часть, конечно, их составляют трудовые мигранты, как, в общем-то, и во всех остальных годах. То есть порядка 60% это в основном иностранные граждане, которые въезжают с целью осуществления трудовой деятельности. То есть едут сюда работать? Едут сюда работать. Получают разрешительные документы, получают патенты. Либо это иностранные граждане, которые въезжают в рамках соглашения, то есть договора Евроазиатского экономического союза. То есть это граждане Армении, Киргизии, Казахстана, Кыргызстана, которые работают здесь по трудовым договорам. Конечно, немало въезжают к нам иностранных граждан, которые с целью, будем говорить так, воссоединения с семьёй, то есть к членам семьи, гражданам Российской Федерации или постоянно проживающим. То есть если есть раньше у нас здесь жил человек, допустим, мужчина, который устроился здесь работать, то к нему приезжает семья? Постоянно проживающие или гражданам Российской Федерации. Которые же имеют гражданство, да? Да. Гражданство или вид на жительство. Либо разрешение на временное проживание. Вот такая категория, она тоже немалочисленная. То есть количество таких граждан въезжает с учётом тех изменений, которые носились на протяжении 19-го, 20-го года, 21-го. То есть миграционное законодательство, конечно, вот эти механизмы упрощения порядка получения разрешения на временное проживание, видов на жительство, ну, впоследствии приобретения гражданства, конечно, дают возможность сюда въезжать вот с такими целями к своим родственникам, гражданам Российской Федерации или постоянно проживающим иностранным гражданам. Вы говорите, что изменения в законы, новые законодательные акты, как-то доводятся до них вот эти вот изменения, наверное, и вам-то тяжело сразу как-то реагировать, ну, это ваша служба, это ваша работа. Тем не менее, многие, наверное, иностранцы запутаются, что можно, чего нельзя. Конечно, мы проводим очень большую разъяснительную работу, конечно, используем различные способы и средства, и выступаем и на пресс-конференциях, и не только мы, да, и то есть и наше руководство, которое в главном управлении по вопросу миграции, очень широко освещает эти изменения, проводит пресс-конференции, брифинги, мы размещаем эту информацию, ну, для размещения в печатных изданиях, и, конечно, пользуемся и средствами массовой информации, выступаемыми на радио и телевидении. Вот, ну, помимо всего прочего, проводим разъяснительную работу и с теми, допустим, с работодателями, с образователями-организациями, с диаспорами, да, то есть такие памятки, они регулярно разрабатывают, ну, как бы на постоянной основе разрабатываются, размещаются и, конечно, распространяются для того, чтобы иностранные граждане имели возможность, ну, ознакомиться с изменениями в законодательстве и, в общем-то, пользоваться теми условиями для того, чтобы остаться здесь жить, работать, ну, в общем-то, впоследствии приобрести гражданство Российской Федерации. Один из законов, это вот мы сегодня будем говорить, это дактилоскопия, да, обязательно начнем с того, что вы об этом законе тоже предупреждали заранее, он вступил в силу с 29 декабря 2021 года, да? Он вступил в силу, но опубликован он был 1 июля 2021 года. То есть такой разгон был для того, чтобы осознать и что делать дальше и что необходимо? Ну, для того, чтобы провести ряд подготовительных мероприятий, чтобы этот закон работал, и чтобы, в общем-то, подразделения по вопросам миграции, ну, не испытывали затруднения в организационных моментах в реализации этого закона. Поэтому полгода, ну, мы подготавливались для того, чтобы с 29 декабря, в общем-то, проводить все те мероприятия, которые этим законом предписаны. Мы, если вернемся к этому закону, мы сразу скажем, вот более 20 тысяч человек сейчас находятся, людей, которые прибыли из-за границы к нам. А кто подлежит вот этой вот обязательной дактилоскопии? Те, кто прибыл сюда до 29 декабря 2021 года или вновь прибывшие? Конечно, в обязательном порядке этот закон распространяется на тех лиц, которые прибыли после, ну, прибыли и прибудут после 29. После вступления в законную силу. Уважаемые друзья, сейчас приемте на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте. Тема дня в эфире. Сегодня говорим о новом законодательстве в области миграционной политики. Говорим о законе об обязательной дактилоскопии. Итак, подлежат прежде всего вот этой дактилоскопии те, кто впервые приезжает на территорию России после 29 декабря 2021 года. То есть вот прошло три месяца. Конечно. Все лица, которые впервые въезжают на территорию Российской Федерации, ну, в данном случае мы говорим и про территорию Тверского региона, после 29 декабря 2021 года, они подлежат обязательной дактилоскопической регистрации, фотографированию и медицинскому освидетельствованию для подтверждения законности нахождения на территории Российской Федерации. То есть закон, он нацелен на то, что все иностранные граждане, поскольку у нас очень большой объем иностранных граждан, которые въезжают на территорию России, какая-то часть все-таки проходит обязательную дактилоскопическую регистрацию при получении правовых статусов, ну, мы говорим, при получении, при оформлении патентов, разрешения на работу. То есть там дактилоскопия предусмотрена? Предусмотрена. Но большая часть, да, которые временно сюда въезжают, ну, может быть, в гости, либо это связано с учебным процессом, то есть на учебу, либо это участники госпрограммы, либо, как вот мы говорим, это члены семей, либо это члены, ну, иностранные граждане Евразийского экономического союза. То есть они у нас никогда не подлежали дактилоскопической регистрации, если их пребывание было связано, ну, с какими-то ограниченными целями, без получения правового статуса. Так вот, государству интересно, чтобы вот такой объем иностранных граждан, которые к нам въезжают, то есть такое количество, мы их тоже могли на территории Российской Федерации, то есть получить вот массив информации по дактилоскопическому учету, и могли их беспрепятственно идентифицировать, и, в общем-то, с этим массивом работать. То есть в случае, если у нас иностранные граждане, ну, преследуют какую-то иную цель, чем благую цель пребывания на территории Российской Федерации. Да, я бы только хотела сказать, что ведь приезжают не все 100% с какими-то намерениями, да, устроиться здесь на работу. Бывают разные мотивы, да? И в том числе, ради чего это сделано, наверное, нам еще раз нужно подчеркнуть. Это прежде всего безопасность жителей России. Да, конечно, это безопасность, это выявление лиц, и именно на это тоже нацелен данный закон, выявление лиц, находящихся в розыске, либо в отношении которых были приняты какие-то пресекательные меры, ну, допустим, решение о неразрешении выезда, или решение о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации. То есть такие люди могут прибегать ко всевозможным уловкам, да, вплоть до того, что меняют свои личные данные, да, выезжать сюда по другому паспорту, да, наверное, а некоторые даже умудряются что-то изменить в отпечатке своих пальцев. Возможно, но то, что люди могут сменить свои персональные данные, значит, поменять паспорт, это, безусловно, как-то укрыться, укрыть свои данные, и, в общем-то, въехать под чужими, да, то есть им не принадлежащим данным, персональным данным. И, в общем-то, здесь, ну, как они рассчитывают, беспрепятственно находиться, продолжать, ну, возможно, работать, возможно, просто пребывать, да, возможно, въезжать к своей семье. Но закон, как бы в данном случае, нам, нас обязывает, и обязывает именно органы внутренних дел, подразделения по вопросам миграции, именно к нам обращаются такие граждане лично для прохождения обязательной дактилоскопической регистрации. Срок пребывания на территории России тут имеет значение? Если он, допустим, приехал в гости, и через месяц он собирается уехать? Ну, в данном случае он не подлежит обязательной дактилоскопической регистрации. Опять же, условие проведения обязательной дактилоскопической регистрации, оно привязано, ну, наверное, к цели въезда, да, к тому, что преследует иностранный гражданин, въезжая на территорию Российской Федерации. Значит, если иностранный гражданин приезжает с целью осуществления трудовой деятельности, то либо обращается за оформлением патента, либо разрешение на временное проживание, ой, разрешение на работу, то в этом случае он подлежит обязательной дактилоскопической регистрации в течение 30 дней с момента въезда. Ага, в течение 30 дней, месяц ему дано. Да. Чтобы он пришел к вам? Да, чтобы он пришел к нам, ну, он в любом случае придет к нам, если будет обращаться за оформлением патента, он в любом случае, закон определяет, что он должен обратиться к нам в этом случае с заявлением в течение 30 дней. Поэтому мы его увидим по-любому. Вот. Иностранные граждане, которые въезжают на территорию Российской Федерации без цели осуществления трудовой деятельности, но срок их пребывания будет больше 90 суток. Трех месяцев. Да. То, соответственно, в течение этих 90 суток, то есть они обязаны также к нам обратиться и пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и предъявить нам документы, подтверждающие медицинское освидетельствование. Значит, в подтверждении вот этих мероприятий у иностранного гражданина будут два вида документов. Значит, в подтверждение, что он прошел дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, у него будет документ. Он очень похож на пластиковую карточку. Да, вот я видела такое ощущение, как вот снился. Вот такой вот выдают. Вот. Она будет с персональными данными, она будет номерная, у нее будет свой идентификационный номер. И, соответственно, вот эта карточка и будет, это называется документ, который выдается в подтверждении прохождения дактилоскопической регистрации. И плюс еще состояние здоровья. Да, еще медицинские документы, значит, он обязан пройти медицинское освидетельствование на территории Российской Федерации, то есть других условий у нас нет. Это значит, что если он приехал, допустим, из Таджикистана и сказал, вот у меня карточка, я только что прошел врачей, это уже не пойдет? Нет. То есть пройти он должен именно в наших лечебно-профилактических учреждениях, которые обозначены, каждый высший исполнительный орган государственной власти, региональный государственной власти, определяет перечень таких лечебных учреждений, которые, ну, проводят медицинское освидетельствование. К таким, значит, медицинским документам мы относим, ну, прежде всего, сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. Это заключение, медицинское заключение об отсутствии у него инфекционных заболеваний. И медицинское заключение, говорящие о том, что он не страдает заболеванием, связанным с употреблением наркотических и психотропных. Да, что он не наркозависимый. Нужно ли проходить сейчас, в силу последних событий, которые недавно совсем были, какое-то тестирование от ковида? Поскольку у нас перечень инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, они установлены Министерством здравоохранения. До недавнего времени, ну, мы уже возвращаемся опять к 2020 году, когда мы вошли вот в период пандемии, Министерство здравоохранения COVID-19 был включен в перечень инфекционных заболеваний. На сегодняшний день приказом Минздрава от 1 марта, который вступил в силу 1 марта, данные инфекционные заболевания исключены из этого перечня. Поэтому с 1 марта прохождение тестирования на отсутствие заболевания COVID-19 теперь не обязательно. То есть мы отсюда COVID, остается у нас ВИЧ, опасное инфекционное заболевание заболевание и наркомание, если есть, да? Да. Вот, значит, опять же, возвращаясь к тем гражданам, которые обязаны проходить или не обязаны, проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию. Мы как бы определили, что это лица, которые выезжают после 29 декабря, соответственно, встает вопрос о тех, кто въехали до 29 декабря, есть ли у них такая обязанность, распространяются ли на них вот эти сроки установленные. Обязанности у них такой нет. То есть те, кто находится на территории Российской Федерации, уже здесь, тем более, проживают в правовом статусе, то есть имеют разрешение на временное проживание, виды нажительства. Мы уже с ними, что называется, сроком. Да. На них эта обязанность не распространяется. Также она не распространяется на лиц младше 6 лет. То есть если к нам въезжают детишки до 6 лет, конечно, мы их не будем. Они не подлежат обязательной дактилоскопической регистрации. Граждане Белоруссии. Вот такие категории граждан. Мы не берем владельцев дипломатических служебных паспортов. Не так уж много таких людей. Ну да. И, конечно, иностранные граждане, которые являются руководителем международных организаций. Ну вот такие категории. У меня вопрос сразу относительно Натальи Петровна. Те, кто приезжают к нам сейчас из Донецка и Луганска, они обязаны проходить вот эту дактилоскопическую операцию? Ну, здесь надо понимать, да, с какой целью к нам приехали граждане из Донецка и Луганской народных республик. Если они обращаются за предоставлением статуса временной убежища либо статуса беженца, то они проходят дактилоскопическую регистрацию при предоставлении этих статусов. Этих статусов? Да. В каком случае они обращаются? Это по их желанию они обращаются к вам? Я хочу, чтобы у меня был такой статус. А некоторые говорят, а я не хочу, чтобы у меня был такой статус. Ну, безусловно, граждане, да, из Украины, из ДНР, ЛНР, они приезжают с разными целями. Некоторые приезжают для того, чтобы приобрести гражданство Российской Федерации. И данный статус, именно временной убежище, да, он предоставляет право гражданам обратиться с заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации. То есть, если как бы есть такое желание, да, то мы принимаем такие заявления о предоставлении статуса временной убежище. Процедура достаточно, я считаю, что простая. Статус предоставляется в течение трех рабочих дней. Это установлено постановлением правительства Российской Федерации. Никаких, так скажем, материальных затрат у гражданина нет. Достаточно обратиться с заявлением, предоставить документы, которые есть у него, да, паспорт либо Украины, либо паспорт ДНР, ЛНР. Мы делаем копии паспортов, копии этих документов. И в течение трех дней, как я уже сказала, предоставляем этот статус. Всего три дня, и этот статус еще позволяет устраиваться на работу, да, здесь непосредственно? Да. Граждане, имеющие временное убежище, они у нас на территории региона имеют право работать без оформления патента. Соответственно, работодатели, да, Тверской области могут привлекать данные граждан к трудоустройству тоже без оформления патента. У нас много таких вот уже, сколько, во-первых, прибывает у нас вот порядок, сколько у нас же прибыло из Донецко-Луганской республики в область? Ну, на сегодняшний день в поле нашего зрения, да, порядка 160 граждан, это которые поставлены на миграционный учет, то есть вот те, которые обратились к нам за постановкой. Угу. Предоставлен статус на сегодняшний день 19 гражданам, то есть, которые изъявили, да, обратились к нам с заявлением. И вот сегодня, да, у меня есть информация, что обратились уже в подразделение 8 человек. 8 человек. То есть они имеют право не получать этот статус, но жить до определенного количества времени на территории, вот, Тверской области? Или это пребывание здесь неограничено для них? Если они не обращаются за этим статусом, да, то они имеют право, право у нас здесь находиться 90 суток без постановки. А вот эти самые три месяца, да, вот как, допустим, если иностранец приезжает сюда, он имеет право, если он уедет через 90 суток, не проводить текциоскопию? Ну, если он уедет, то, конечно, да. А если он будет продолжать здесь находиться, и, конечно, условия для... Ну, это не только касается граждан Украины, но для них, тем более, да, мы по их заявлению, если они к нам обратятся, мы, конечно, 90 суток, которые будут истекать, мы продлим им срок пребывания, и, соответственно, они будут находиться здесь еще какой-то, ну, пока им это будет необходимо, еще какое-то количество времени. Если они изъявят желание получить какой-то правовой статус, ну, мы говорим не только про временное убежище, да, то есть у нас есть основания получения разрешения на временное проживание без учета квоты, это касается всех граждан Украины, в данном случае будут внесены изменения в закон о правовом положении, то есть и граждане Донецкой народной республики, и Луганской народной республики тоже будут включены, то есть они могут получить разрешение на временное проживание. Соответственно, если они приезжают сюда к родственникам, я уже опять повторяюсь, к гражданам Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, это родители, дети, родители, дети, но супруги, это разрешение на временное проживание, то к близким родственникам, родителям и детям они могут получить вид на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание. Вот я, кстати, встречались те граждане, жители Донецкой и Луганского, с которыми я встречалась, они вот именно приехали к близким родственникам, они, естественно, надеются, что вскоре они смогут вернуться домой, потому что там остались тоже члены их семьи, это их родина, и как бы вот обязаны ли, вот эти люди в силе обязаны приходить к вам и вставать на миграционный учет? Ну, если они приехали какое-то время здесь побыли, да, то обязанности такой нет. Но если, ну, как показывает практика, да, то есть им нужно где-то трудоустроиться, да, им нужно обращаться в наши там социальные учреждения, то мы рекомендуем, конечно, обратиться с заявлением о предоставлении статуса. Статус этот выдается на год, то есть, опять же, прохождение медицины по нашим направлениям осуществляется бесплатно, то есть наши медицинские организации осуществляют медицинское освидетельствование совершенно бесплатно для такой категории граждан. Поэтому, если есть такое желание, то даже есть проблемы какие-то с документами, да, многие... Так, потому что бежали некоторые люди, которые ничего не взяли с собой. Да, у некоторых, может быть, там, паспорта, там, да, сроки действия стекли, фотографии не вклеены, может быть, вообще без документов, действительно, то свидетельство о предоставлении временного убежища, это является документом, удостоверяющим личность, документом, подтверждающим право законно находиться здесь, пребывать на территории Российской Федерации. Ну, опять же, как я уже сказала, есть определенные возможности, да, приобрести гражданство Российской Федерации, если есть такое желание. А вот Вы сказали, да, социальные выплаты, ведь это тоже немаловажно, да, потому что некоторые приезжают и с детьми сюда, и с малыми детьми, некоторые нуждаются в постоянном лечении или подтвердить статус инвалида, или как. Тут и социальные выплаты, которые могут они получить. Ну, да, у нас есть, наверное, все знают, да, что граждане, прибывшие после 18 февраля, они имеют право на 10 тысяч, это такая, скажем, материальная помощь. Да, для некоторых это на самом деле помощь. Поэтому такая возможность есть. Если человек уже когда-то проходил, у него брали уже отпечатки пальцев, да, прошло 10 и более лет, нужно ли ему проводить повторную дактилоскопию? Некоторые спрашивают. Ну, так, во-первых, проведение обязательной дактилоскопической регистрации у нас осуществляется с использованием дактосканеров. Это уже другая совсем процедура, чем она была, допустим, 5-3 года назад? Ну, возможно, да. Я почему-то все время вот так вот, я просто снимала, сама прибегала, когда еще лет 5, больше 5 лет прошло, когда вот с использованием чернила или краски, краска, да, вот такая черная краска, вот потом отпечаток пальца на бумаге, и потом выступают специалисты в дело. Сейчас уже все по-другому. Ну, на сегодняшний день у нас по приказу, по совместному приказу, два способа проведения дактилоскопической регистрации. Оба они имеют место быть, и они существуют. То есть это и краска... А, и тот и другой. В этом случае руки, конечно, не пачкаются. То есть пальцы прикладываются, ну, или пальцы, или ладони рук прикладываются к дактаскану, ну, то есть и считывается вот эта информация. И если иностранный гражданин, ну, мы говорим про эту категорию, ранее проходил в данном случае дактилоскопическую регистрацию, то есть в информационном массиве уже есть его отпечатки пальцев, то проводится проверка, мы ее называем оперативной проверкой в режиме реального времени. То есть в данном случае его отпечатки пальцев совместятся с теми, которые уже есть в нашем массиве. Вот я видела, подходит человек, сначала прикладывается, по-моему, ладонь, или вот как-то, ну, или даже если пальчик прикладывается, да, и сразу же это отображается на экране компьютера. Да. И выдается информация. Да, такой человек есть у нас в базе данных, да? Да. И, значит, ему уже отпечатки вторая. Вторая не проводится дактилоскопия, или все равно проводится? Ну, по приказу, по приказу Министерства внутренних дел дактилоскопическая регистрация у нас подплежат иностранные граждане однократно, за исключением случаев, установленных, опять же, Министерством внутренних дел. Вот то, о чем мы говорим, да, да, если с момента проведения дактилоскопической регистрации прошло более 10 лет, то это тот случай, который говорит о том, что иностранный гражданин должен пройти повторно дактилоскопическую регистрацию, чтобы пополнить, ну, вот этот, наш информационный ресурс, ну, своими отпечатками пальцев, то есть более, скажем, актуальными. Также у нас есть случаи, когда иностранный гражданин сменил установочные данные, ну, допустим, женщина вышла замуж, да, или мужчина по каким-то причинам поменял фамилию, в этом случае также обязательно... Обновляется обозначение, да? Да, обновляется, но уже на иные персональные данные. Если, допустим, произошли какие-то физиологические изменения, да, иностранного гражданина, ну, существенные, либо что-то произошло, как вы уже говорили, с руками, да, может быть, отсутствует, ну, либо кисть руки, если в таком случае какие-то производственные трампы или еще что-то произошло с руками. А может, сам он поменять решил? Не изблагуется ли он приехал сюда? Ну, в этом случае также обязательно повторная дактилоскопическая регистрация. Обращаться к нам должен иностранный гражданин лично. Ну, я уже, как бы, об этом говорила. Именно в наше подразделение по вопросам миграции. И предъявляет он документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве. Если мы производим дактилоскопическую регистрацию несовершеннолетних детей, да, Которому больше шести лет. Больше шести лет. То в этом случае предоставляется документ, подтверждающий полномочия законному представителю, ну, свидетельство о рождении. Все эти документы должны быть переведены, и верность перевода должна быть засвидетельствована нотариально. К этим документам прилагаются медицинские документы, то есть к документам, удостоверяющим личность. Он предъявляет нам оригиналы медицинских документов. Соответственно, эти документы мы у него не изымаем. Это его документ. Мы снимать будем с этих документов копию. Выдавать ему справку в подтверждение того, что он нам эти документы предъявил. Вот это вот, о чем мы говорили, в результате он получает документ, вот в виде снилса такой заламинированный, да, это в какой срок выдается ему после того, как он прошел? Не замедлительно. Не замедлительно. То есть если он в этот день прошел дактилоскопию, вы проверили документы медицинские, да, у него есть, у него есть. И, значит, выдается вот такой документ, да? Да, свидетельство. Удостоверение, подтверждающий документ, подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирование. Помимо того, что мы его дактилоскопируем, мы его фотографируем. Фотографируете. А медицинский осмотр этого человека, он должен, значит, заранее пройти как-то? Потому что это, наверное, больше времени занимает. Ну, разумеется, чтобы к нам прийти для проведения дактилоскопической регистрации, заблаговременно, но... Сначала нужно пройти медицину, да? Да, сначала нужно обратиться в медицинские учреждения. Там срок прохождения медицинского освидетельства по последнему приказу, который, вот я уже говорила, вступил в силу с 1 марта, там порядка 5 дней, поэтому... Ну, за исключением, если не выявляются какие-то заболевания. То есть, если иностранный гражданин не имеет заболеваний таких опасных для окружающих, соответственно, заключение будет оформляться тоже очень оперативно. Бывает, что дается вашей службе отворот-поворот человеку? По разным причинам. Проведение дактилоскопической... Нет, а просто-напросто, что вот те же самые медицинские заболевания у него какие-то выявлены, и ему нежелательно пребывать здесь, на территории России. Ну, это подведомственность Роспотребнадзора, соответственно, если выявляется ВИЧ-инфекция или инфекционная заболевания, или наркологическая зависимость, конечно, такая информация поступает в Роспотребнадзор, и они уже принимают решение о... Ну, за исключение, если у него нет родственников граждан Российской Федерации. То лечить его здесь от этих заболеваний не будут, если он сюда один прибыл? Ну, возможно, да. Если он будет уклоняться от лечения, может быть, кто-то и захочет за свои деньги лечиться. Поэтому лечение ему будет предоставлено. Но, как говорится, бесплатно лечить его не будут. Никто не будет. Если человек уклоняется, вот мы сказали об обязательной дактилоскопии, он обязан пройти, чтобы у него взяли отпечатки пальцев, но он по какой-либо причине не хочет. Что тогда делать? Законодатель нам и это предусмотрел. То есть, если у нас иностранный гражданин уклоняется, то есть он не хочет проходить эту процедуру, либо он не хочет проходить медицинское освидетельствование, да, и сроки, которые были даны для проведения дактилоскопической регистрации и прохождения медицинского освидетельствия им, ну, как бы, не соблюдаются, то в этом случае у нас предусмотрено принятие решения о сокращении срока пребывания. И тогда такое решение принимается, конечно, с уведомлением самого иностранного гражданина, но он обязан в этом случае покинуть территорию Российской Федерации. На эти меры свои контрмеры. А где хранится информация? Вот сейчас задают вопрос, вот вы получаете информацию об этом человеке с отпечатками пальцев, а пальцев, она где-то скапливается в одном месте? Конечно, у нас есть централизованная, интегрированная, автоматизированная дактилоскопическая массив информации, мы его так условно, не условно, а сокращенно, он называется ЦАДИС-МВД, то есть туда поступает эта информация, и там она хранится. Относительно того, что к нам уже приезжают граждане Донецка-Луганска, и, скорее всего, поток таких людей будет продолжаться, вы сказали, что им не обязательно вставать на миграционный учет, если, допустим, вот они приехали к своим родственникам или как-то, да? Но это значит ли, что люди не проверяются, те, кто въезжают на территорию России? Ну, значит, действительно, у них есть такая возможность вставать на миграционный, не вставать на миграционный учет в течение 90 суток, да? Но если они обращаются к нам, встают на миграционный учет, обращаются с заявлением о предоставлении временного убежища, им такой статус предоставляется. То есть, естественно, мы, прежде чем предоставить такой статус, в течение трех рабочих дней проводим все проверки на предмет розыска, на предмет нахождения в контрольном списке, это на предмет закрытия въезда на территорию Российской Федерации, на предмет преследования, да, в уголовном порядке. То есть тут как бы жесткий контроль, да, и мы, естественно, предоставляем только статус, так скажем, тем гражданам, которые не имеют никаких проблем с законодательством. И, опять же, если они обращаются даже дальше с заявлением о приобретении гражданства, да, то преследование в уголовном порядке, наличие судимости, наличие непогашенной судимости является основанием для отклонения таких заявлений. Поэтому тут жесткий контроль и, безусловно... То есть здесь мы можем успокоить, что все под контролем, да? Да. Потому что под видом вот таких людей, вынужденных переселенцев, и те, кто хотят обрести такой статус, может же и враг сюда проникнуть. Вот это вот уже действительно со страшной целью. Все, наверное, кто приезжает даже сюда, даже кто не обратился за статусом временного убежища, они уже контролируются, эти такие люди проверяются. Но мы об этом и говорим, что законодателю было интересно видеть, то есть чтобы прозрачность нахождения иностранных граждан, она, ну, как бы прослеживалась, да, то есть можно было отследить всех граждан, которые выезжают на территорию Российской Федерации. И, конечно, когда мы проводим доктилоскопическую регистрацию, мы в обязательном порядке проводим их проверку по оперативным учетам. В обязательном порядке, если мы узнаем, то есть, допустим, при такой проверке иностранных гражданин сменил персональные данные, об этом мы незабедлительно должны проинформировать информационный центр, да, то есть мы выявили человека, который, его сведения о проведении доктилоскопической регистрации совместились со сведениями совсем, ну, гражданина, то есть сведения совместились, но гражданин с иными персональными данными. Возможно, он от чего-то уклоняется или от чего-то прячется. При проведении проверки мы в обязательном порядке должны провести проверку на наличие розыска, да, то есть находится ли у нас иностранный гражданин в розыске. И, опять же, оперативно проинформировать наше подразделение, ну, в данном случае направить информацию в дежурную часть. Допустим, мы при проведении доктилоскопической регистрации установили, что в отношении иностранного гражданина принято решение о неразрешении въезда или нежелательности пребывания. Мы, конечно, с такой информацией, то есть мы ее тоже оперативно направляем, да, либо по признакам преступления, связанные с незаконным пересечением границы, либо если решение принималось по другим персональным данным, а он въехал по измененным персональным данным, то принимаем решение о неразрешении въезда уже по этим персональным данным. И, соответственно, удаляем иностранных граждан с территории Российской Федерации. Наталья Петровна, относительно статуса, потому что многие, ну так вот принято в народе называть, если человек приехал откуда-то от другой страны, вот в качестве сейчас Донецка, Луганск, к нам люди приезжают, их называют беженцами. Это абсолютно разные статусы, да, временное убежище и беженец. Да, это совершенно два разных понятия, два разных статуса. То есть, что означает беженец, да, кому мы предоставляем такой статус. Если лицо преследуется в своей стране гражданской принадлежности по определенным там признакам принадлежности к расе, гражданству, к национальности, к определенным там социальным там кругам, да, политическим партиям, то в этом случае предоставляется статус беженца, да. Но при этом вот эти все доводы, да, то есть опасения стать вот жертвой преследования вот по этим признакам должны быть как-то подтверждены гражданам. Опять же, статус беженца, он предоставляется в течение трех месяцев, да, срок рассмотрения в течение, может быть, продлен еще на три месяца, то есть общий такой срок, да, до шести месяцев. Здесь же статус временного убежища, как я уже сказала, он предоставляется в течение трех рабочих дней. Здесь достаточно каких-то таких вот гуманных причин, да, в соответствии с которыми гражданин имеет угрозу жизни, здоровью в связи с определенной ситуацией в стороне гражданской принадлежности. То есть здесь вот, естественно, вот в данной ситуации мы рекомендуем обратиться к заявлениям именно за предоставлением статуса временного убежища. Оно выдается на год, может быть, продлен еще на один год, и определенные права, да, у гражданина с этим статусом появляются. Как я уже говорила, право на приобретение гражданства. Я хочу обратиться тут гражданам, да, возможно, бывают такие ситуации, что документы отсутствуют, да, обращайтесь к нам. Мы проводим становление личности тоже в кратчайшие сроки. Прекрасно понимаем, что граждане приехали не с целью туризма, да, у всех разные судьбы, у всех разные жизненные ситуации. Поэтому в приоритетном порядке мы оказываем услуги таким гражданам, оказываем всяческую помощь, запрашиваем сведения, документы какие-то, в общем, делаем все, что вот в нашей компетенции. Спасибо. Не могу не спросить. Относительно криминогенной обстановки, преступлений с участием мигрантов. Растут, падают. А есть такие данные на территории региона? Такую статистику мы, конечно, ведем. Иностранные граждане ничем не отличаются от граждан России. Они совершают преступления в меньшем количестве. Если мы говорим по количеству, которое зафиксировано, допустим, за два месяца текущего года, 2022 года, на сегодняшний день у нас совершено преступлений 40. В прошлом году за аналогичный период 52. То есть мы наблюдаем определенные уменьшения, да, преступлений, совершенных иностранными гражданами. Из категории тяжести, конечно, тяжкие, особо тяжкие присутствуют. Но, будем говорить, они больше направлены на преступления против собственности. То есть это кражи. Да, имущественные преступления. В основном это кражи. Вот. Если говорить по категории, ну, по гражданской принадлежности, кто у нас совершает преступления, ну, кто чаще к нам въезжает, и большую часть здесь, как бы, большее количество мы этих граждан наблюдаем. Это граждане Таджикистана и Узбекистана. То есть они вот совершают, в основном они совершают преступления. Если говорить по территориальности, то это город Тверь, это крупные населенные пункты. Калининский район, Бежицкий, Кемрик. То есть вот там совершаются преступления. Ну, во всяком случае, это тоже находится под контролем сотрудников полиции. Да, и, естественно, мы все сообщения, которые регистрируются, мы их все отрабатываем совместно со всеми службами и проводим проверки на предмет законности или незаконности нахождения здесь иностранных граждан. То есть он может уехать отсюда, вероятно, существует? Ну, либо будут к нему применены меры ограничения, то есть либо он будет задержан в порядке ст. 91-92, либо если иностранный гражданин совершает преступление, мы, допустим, понимаем, что он законно находится, ну, можем применить к нему те санкции, которые связаны с нахождением на территории Российской Федерации. Программа подходит к концу. Мы вот услышали от Натальи Петровны обращение к тем, кто приезжает из Донецка и Луганска. Ваши пожелания жителям региона, Марина Владимировна? Конечно, мы, используя возможность прямого эфира, обращаемся к иностранным гражданам и говорим, что законодательство Российской Федерации, конечно, оно для того и существует, чтобы его соблюдать. И если мы говорим, что на сегодняшний день все иностранные граждане, которые прибывают к нам на территорию региона, мы говорим, на территорию Российской Федерации, подлежат обязательной дактилоскопической регистрации, эту обязанность для того, чтобы не испортить себе нахождение на территории Российской Федерации, в общем-то, нужно ее пройти. И получить тот документ, который подтвердит, что вы эту процедуру прошли, и при следующем въезде, то есть это независимо от того, сколько раз вы будете выезжать и выезжать на территорию Российской Федерации, данная процедура для вас уже будет необязательной. То есть подтверждением прохождения будет документ. И при предъявлении этого документа, конечно, уже иностранный гражданин не подлежит обязательной дактилоскопической регистрации. Всю необходимую информацию у вас на сайте управления, да, по вопросам миграции можно найти? Да, у нас есть памятка, которая там размещена для иностранных граждан. Естественно, закон читать тяжело, возможно, разбираться в законе тоже тяжело. Поэтому памятка, которая переработана специально для иностранных граждан, вот она размещена, ее можно прочитать, и там вся доступная информация для иностранных граждан размещена. Спасибо огромное вам за участие в программе. Еще раз хочу обратиться к жителям нашего региона. Уважаемые друзья, давайте соблюдать закон. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо.